Музыка После сокращения долга за голубое топливо на Акнафтогазу у жителей Черноморска появилась возможность вновь пользоваться централизованным горячим водоснабжением. Жители наверное слышали, новости все смотрят, что вице-премьер сказал, что поставить горячую воду все в областные центры, в города областного подчинения и так далее. Вопросы возобновления горячего водоснабжения сейчас рассматривают городские власти Черноморска. Мы готовим теплотрассы горячего водоснабжения, готовим жилые дома по горячему водоснабжению, пытаемся погасить и задолженность по газу, и задолженность за транзит Одесса-газу и будем рассматривать вопрос поставки горячей воды. Несмотря на повышение тарифов за коммунальные услуги, специалисты считают, что в городе необходимо сохранить централизованную систему подачи горячей воды. Мы живем в 21 веке и уходить от такой услуги не следует. Конечно, коммунальные услуги очень дорогие. Можно только сократить, допустим, свои расходы на горячую воду. Я имею в виду физическое исчисление на кубометры. В настоящее время многие жители перешли на водонагревательные приборы и появляется проблема, связанная с мощностью домовых электрических сетей. Это подтверждают и некоторые жители. Как известно, город уже у нас не совсем юный и сети, особенно внутридомовые, они рассчитаны совсем на другое энергопотребление. Они строились в 70-80-х годах, когда мы не имели столько электрооборудования. Поэтому с каждым отключением и подключением бойлерных электрических установок растут нагрузки и, соответственно, необходимо делать ремонт сетей внутридомовых энергетических и вплоть до капитальных ремонтов щитовых и увеличения мощностей таким образом. Бывало, выбивало, но мы поменяли пакет этот в подъезде, но приходил электрик и сказал, что у нас в подъезде очень плохая проводка. Там надо менять все. Жители более новых домов пока не ощутили значительных неудобств, связанных с нагрузкой на электрические сети. Дом у нас новый, проводка устраивает, дома всего лишь 6 лет. Пока мне, слава богу, нет проблем. Думаю, что и дальше так же будет. Горожане, к которым мы обратились с вопросом о необходимости централизованного горячего водоснабжения, не считают нужным отказываться в его пользу от бойлеров. Года 3-4 пользуюсь бойлером. Я знаю, что очень дорого сейчас будет куб горячей воды, и мне она не нужна. На бойлер мы перешли лет 10 назад, и мы не пользуемся горячей водой. Нам очень подходит. Конечно, не буду переходить на централизованную, потому что меня устраивает бойлер. Когда могу, включаю. Когда мне не нужна вода горячая, я не включаю его и пользуюсь. Тогда, когда мне по возможности, по той возможности, как я могу заплатить. Свои замечания и предложения по возобновлению в Черноморске централизованного горячего водоснабжения жители могут сообщить в диспетчерскую коммунального предприятия «Иличос теплоэнерго». Продолжение следует...